Всем привет, всем привет, всем субботнего уточка, дорогие друзья и подписчики. Меня зовут Дмитрий, вы на канале Вместе к успеху мечты. И мы занимаемся тем, что каждый день я бегаю, каждый день я делюсь с вами позитивными мыслями, делюсь с вами зарядом суперэнергии. Вот сегодня я уже пробежал порядка полутора километров. Еще где-то километрики, я начну там немножечко потренируюсь. И потом мы с вами поговорим сегодня супер-супер тема. Сегодня я расскажу вам самый-самый-самый важный секрет во всем мире. После которого у вас просто перевернется ум сверху, ну в общем снизу вверх, как скажем так, да? А он станет максимально-максимально продуктивным и вы поймете самую, как побороть свой страх. Сегодня будет супер-супер, сегодня я расскажу супер-технику, как побороть свой страх. Поэтому не переключайтесь, будьте в онлайне, постоянно-постоянно следите за моими новостями. Я прямо сейчас, прямо сейчас, буквально через 30-40 секунд этого видео, может быть даже 20, да, начну говорить, как это сделать. Будьте на связи. Ну вот, друзья, зарядочка прошла супер, как обычно в позитивном ключе. Я, как обычно, полон энергии, максимально заряжен, максимально чувствую себя продуктивным, вот. Хорошо, хорошо чувствуется, хорошо. Когда хорошо чувствуется, это хорошо. Вот, так что сегодня откроем максимальную тайну. Он под глаза щипит сегодня, не важно. Как себя чувствуешь сразу после зарядки, да? Кто занимался, тот, в принципе, знает, как классно себя ощущаешь сразу, когда ты заряжен. Чтобы понять этот секрет, которым я собираюсь рассказать, да, нам нужно понять про сам страх. То есть, откуда он вообще берется и кто им управляет. Вот. Если думать, что страхом управляет ситуация, это такое очень глубоко заблуждающая мыслеформа, вот, потому что страхом управляет наш разум. То есть, мы представляем ситуацию, которую мы не хотим в своей жизни. Еще раз повторю, мы представляем ситуацию, которую мы не хотим, чтобы оно произошло в нашей жизни. Просто, не важно, что это за ситуация, то есть, потеря чего-то, там, еще что. Все, что мы не хотим, чтобы произошло в нашей жизни. Я немножко сбоку держу камеру, ну, чтобы видно меня было. Хорошо, может, вот так вот держать. Вот. Вот так вот будут держать. Как же это побороть? То есть, все, что мы не хотим, мы это представляем, да, по умолчанию. Вы представляете, как это абсурдно, абсурдно. Мы вот все предыдущие с вами серии, да, выпуски мои говорили о том, что нужно себе настраивать позитивно, думать, постоянно представлять, чего ты хочешь там, да? Вот. А как работает страх? Это полностью, до абсурда, противоположное ваше желание. То есть, противоположное то, чего вы хотите. Понимаете? Вообще, понимаете? Просто, полностью, противоположное ваше желание, только наоборот, да? И когда, то есть, хотим или не хотим, ну, если самую важную, такую вот, опасную, опасные страхи, именно те страхи, которые постоянно возникают. Не просто там кто-то испугался и все, взошло, забылось там, и так далее. А именно которые постоянно, постоянно начинают проворачиваться в твоей голове. И постоянно проворачиваясь, они подпитываются, они подпитываются мыслями об этом. Вот. Ситуация, ты думаешь о ней плохо, и это страх. То есть, ты думаешь о том, что не хочешь, что произошло, и это называется страх. У страха есть топливо. Это как огонь. Если брать сравнение, да, очень хорошее сравнение, почему? Потому что, чтобы горел огонь, ему нужно два. Два составляющих. Это воздух, да, и топливо, которое будет его поддерживать. Ну, воздух поддерживает, и топливо. То есть, два вот этих основных составляющих, благодаря которому горит огонь. так и страхи. Топливом, топливом проявляется сама ситуация, которую мы боимся. То есть, мы боимся, там, потерять работу, мы боимся, там, что-то не сделать, мы боимся, какого-то там, нашего будущего, что что-то может не произойти, там, да, то есть, то, чего мы не хотим, мы боимся, то, чего мы не хотим, это является топливом. А воздухом является то, что мы постоянно об этом думаем, и постоянно, постоянно, вплоть до выработки привычки и парадигмы. Вы представляете, что мы притягиваем? Вы представляете, что притягивают наши страхи? Понимаете? Я думаю, что, те, кто, в принципе, внимательно меня слушал, уже ответ сам навязывается, сам по себе навязывается ответ, как нам этого, как нам побороть свой страх, как нам сделать так, чтобы навсегда, навсегда, любой, любой вообще страх, любой страх, самый-самый страшный, навсегда исчез из нашей жизни, навсегда перестал нас посещать, вот здесь, вот здесь, там где он у нас, где он там еще посещает, вот. Сейчас пойду, наверное, туда, все-таки по леску хочется пройтись, а то сегодня какой-то такой вот, более современный, спорт, а вот тут вот здесь про лесок, вот сейчас я покажу вам там, вот там вот этот вот пролезок, где белая машина, туда чуть-чуть дальше, вот. Я там сейчас пройдусь. Ну что, готовы к максимальному секрету, к максимальной тайне, к тому, что навсегда, с этого момента, это навсегда перевернет вашу жизнь, просто перевернет, и вы начнете понимать, все-все-все законы, вы начнете понимать, как это все работает, и никогда, и никогда больше не встретите страх свой, никогда. Представляете, ну, конечно же, конечно же, без действия ничего не бывает, нужны какие-то действия, нужны какие-то усилия, и что-то нужно сделать, ну, как в любом, в принципе, эффект, хотя бы максимально 80 на 20, да, 80 здесь, и 20 механических усилий, Ну, а теперь о технике. Как только у вас появляется в голове страх, в первую очередь, в первую очередь, что нужно сделать, вот у вас мысль пробежала, ну, которая постоянно, периодически появляется, в первую очередь, стоп, сказать себе стоп, остановиться, выбросить все на секунду, выбросить все и представить, и представить, начать визуализировать, начать представлять полностью противоположное событие. Полностью, понимаете? Совершенно противоположное тому, что, чего вы не хотите. То есть, это же событие, только в ключе, чего вы хотите. Понимаете? То есть, вы боитесь потерять работу, значит, мы представляем конкретно, что мы нас повышают на этой работе понимаете что мы не только ее не потеряли а мы еще добились успеха в этой работе то есть мы боимся потерять неудачу мы начинаем представлять конкретно события свершившиеся конечно же свершившиеся уже да ну только что уже это произошло понимаете это реально взрывает мозг вот у меня не знаю видно не видно его о мурашки а наверное вот видите не мурашки мурашки то есть насколько это важно да это полностью взрывает мозг полностью то есть полностью его переформатирует то есть две минуты две две минуты вы начинаете представлять совершенно противоположную ситуацию мало того что вы уже начинаете представить как сбывшиеся и не просто противоположную а еще лучшую ситуацию чем могло бы быть понимаете в позитивном ключе конечно же то есть не просто позитивную составляющую вот это вот негатива да вот этого страха а конкретно лучшую самую максимальную лучшую что могло бы быть в позитивной составляющей максимальная лучший вариант позитивной составляющей посмотрите техническая красота все созданы нашими руками вот руками людей о как сухая сухая сегодня 32 наверно градуса до завтра обещали 33 но это в тени в тени всегда горят какая температура в тени вот на солнце там все 50 потеем сильнее но тем не менее все супер все здорово все потрясно великолепно максимально круто вот и смотрите что происходит вы начинаете представлять да но понимаете как вообще этот страх возникает причина 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 потому что ну по умолчанию он всегда возникает мозг наш ленивый мозг наш ленивый и он всегда представляет то что ему на автомате чтобы ну чтобы максимально пролениться чтобы ты максимально ничего не делал да он будет представлять по умолчанию то чего может произойти в плохом случае да чтобы это никогда не сбылось чтобы ты никогда не начал действовать ну почему наш мозг ленивый потому что это наши парадигмы это парадигма наших родителей это ограничение из детства все же тебе били по рукам этого нельзя туда нельзя так делать нельзя говорится нельзя и вот это вот нельзя 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 выработалась нашем мозге как будто вся жизнь это сплошное нельзя и при каком-то малейшем малейшем при какой-то возможности мы начинаем бояться мы начинаем бояться потому что потому что вот это вот нельзя типа если мы это сделаем это будет плохо какие-то там страхи что-то можем не сделать вот какие-то дебри за лес вот и это может привести это может привести почему это может привести к чему максимальная страх максимально страшно что может произойти ну что ничего не произойдет такого что может быть угрожать вашей жизни понимаете а это же рептильный мозг он всегда боится боится всегда за свою жизнь, понимаете, он боится за свою жизнь, он боится, чтобы, но чаще, чаще всего мы нашу жизнь просто сравниваем с какой-то легкой опасностью, понимаете, которая псевдо, псевдоопасность, не та опасность, которая реально угроза нашей жизни, да, а просто такое вот воображающее, то есть, и мы начинаем, когда мы думаем об этом страхе, мы начинаем его, смотрите, смотрите, это черника, это черника, ребята, это черника, очень плохо, что нет моей супруги сейчас со мной, мы бы еще мешочек чернички с собой внесли, но ничего страшного, мы тут практически каждый день, не совсем тут, да, не совсем вот, но каждый день, я тут уже совсем в густоте, да, ну, как говорится, мы идем навстречу своим препятствиям, мы решаем все проблемы через терний, через терник звездам, о, поэтому главное, 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 ничего не бояться, смотрите, тут не видно никакого выхода, прохода, но я знаю, что там есть выход, дальше, да, дальше есть выход, я иду навстречу, навстречу своему будущему, вот, поэтому, ребята, так, на чем остановился, мысль прошла, а, так вот, две минуты, и мозг ваш насчет вам говорить, рассмешил меня, все это фигня, что ты там представляешь, на самом-то деле все, все не так, на самом-то деле все ужасно, на самом-то деле все страшно, как страшно, ужасно вообще, просто ужас, вот, понимаете, и что в этот момент делать, две минуты, две минуты, запускаем опять эту аффирмацию, запускаем эту визуализацию, запускаем это воображение в позитивном ключе, ребята, в позитивном ключе, то есть не то, что мы боимся, то есть то, что мы не хотим, боимся, чтобы это произошло, а то, что мы хотим, желаем, возжелаем всем своим сердцем, и когда две, три, четыре минуты, ну, по две минуты делаем, да, и смотрим на результат, реально две минуты, как бы, это немало, потому что вы осознанно начинаете это представлять, осознанно начинаете это визуализировать, вот, поэтому две минуты, это на самом деле немало, это нормально, вот, и раз сделали, два сделали, и смотрите за реакцией мозга, то есть сначала он сопротивляется, а потом он начнет понимать, что, ну, раз он так долго думает, значит, что-то уже тут есть, что-то уже тут есть, ладно, хорошо, допустим, представим эту ситуацию на секунду, да, и перестает вас докучать, вы перестаете думать, вы даже сможете проверить, вы перестаете об этом думать, то есть перестаете, у вас ваша мысль, которая навязчивая, да, ваш страх постоянный, который появляется в голове, он перестает появляться, это может попал, на два часа всего лишь может проявиться, а потом он опять с новой силой начнет, понимаете, опять с новой силой, а вы ему втык двумя минутами визуализации, прям вот так, па, две минуты, понимаете, две минуты и все, две минуты и все, и смотрите, опять он отстал, да, от вас, пройдет еще какое-то время, он опять начнет там свое, да, а вы опять ему две минуты вашей, вашего счастья, две минуты противоположности, и вот так вот постоянно, постоянно покаместь, покаместь не проявится ваша парадигма, покаместь она, покаместь ваши вот эти вот мысли, ваша вот эта вот аффирмация, ваша визуализация не дойдет, да, подсознание, то есть не выработается уже привычка, что, о, церковь, тут какие-то, вот смотрите, да, какие-то праздничества такие, святые, божественные праздничества, звук колоколов очень приятный, вот, и как только вырабатываются ваши привычки, как только это становится парадигмой, все, вы никогда, вы никогда не сможете уже реагировать вот так вот на ваш страх, никогда, даже если себя заставлять, то есть, понимаете, а по автомату мозг себя заставляет, точнее, он начинает прорабатывать постоянно самую плохую ситуацию, самую плохую ситуацию в голове прорабатывать, по умолчанию, потому что он лентяй, ему всегда лучше ничего не делать, чем что-то делать, вот, а мы заставляем его, мы приучаем его, приучаем свой мозг, приучаем свой разум в позитивном ключе, в позитивном ключе воспринимать, то есть противоположное того, чего мы не хотим, того, чего мы боимся, представлять противоположное, мы его, как только мы его приучим, это может пройти две недели, ну, вряд ли, конечно, это может быть полгода, может быть год вот то есть понимаете нас всю жизнь нас с детства всю жизнь на протяжении неизвестно сколько лет все все учились потолком потолок все делали нам потолок на родители потолок это нельзя там воспитателя в саду потолок нельзя нельзя все в строю все отлада дисциплина хорошо но выше не головы не прыгнешь это знаете такое вот понятие бедности бедности понятия потому что всех кто все что мы имеем вокруг все это благодаря тому что кто-то прыгнул выше головы понимаете все что мы имеем а имею смотрите красота когда все что мы имеем вокруг это потому что кто-то прыгнул выше головы он решил прыгнуть выше головы он прыгнул выше головы и мы имеем то что имеем вот везде во всех областях во всех областях поэтому как только мы настраиваем свой разум на позитив как только у кого-то доходит до привычек, до парадигмы нашей, начинает вырабатываться вообще максимально, вы почувствуете, изменится ваша жизнь, вы перестанете что-то бояться, и у вас уже автоматически привычка начнет вырабатываться, вырабатываться привычка. Когда у вас какая-то страшная ситуация возникает в голове, у вас автоматически мозг начнет не представлять плохое, если вы логически допускаете, что может произойти что-то плохое, допустим, да, ну то, чего вы не хотите. А мозг ваш автоматически начнет, значит, автоматически начнет настраивать и представлять, что будет, точнее не что будет, а что произойдет, то, чего вы хотите, понимаете, он автоматически начнет представлять, как будто это уже свершилось, именно конкретно то, что вы хотите, не то, что вы не хотите, а именно то, что нужно, то, что нужно. Вот, в этом ключе начнет мозг представлять. Поэтому, ребята, я уверен, что сегодняшнее видео просто вас перевернёт с ног на голову, да, ну, хоть нормально, да, сделать. И мы начнём действовать в позитивном ключе. Каждый день зарядочка, каждый день тренировка для тела, тренировка для разума, тренировка для души, это вот лес, ну, для кого что. Вот, то есть вот эти вот тренировки, вот, и для подсознания, конечно, конечно, это визуализация, представление и так далее. Четыре части нужно тренировать. И когда они просто сольются, это все-все, буквально все-все, великие, все великие люди знают этот секрет, понимаете? Когда это все насчёт в одном ключе двигаться, в одном ключе насчёт происходить, тогда вы почувствуете... О, прекрасненько. Класс, класс, класс. Тогда вы почувствуете конкретно максимальную выработку, максимальное сближение вас и ваших целей, свершение всех по щелчку ваших желаний мечт и так далее, и тому подобное. Все в максималке, в максимальной выработке. Вот, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Обязательно поставьте лайк, потому что это самое важное видео вообще в вашей жизни. Вот. И, друзья, до новых встреч. Я вас всех люблю. Встретимся в воскресный день завтра. Уверен, что вы будете со мной вместе. Те, кто не будет со мной вместе завтра, будут в другой день. Но все вы будете со мной вместе, потому что только так мы можем дойти до того, чего мы хотим. Максимальное предназначение своё, максимально всех наших целей, побороться наши страхи и двигаться только вперёд. Всё. Пока-пока. Всех субботой. Отдыхайте. До завтра.